Мафия 2 Мафия 2 Мама Вито Мама Вито То есть вот можно сказать сначала начнем Я думаю, что про войну слушать вам не интересно Дворец удовольствия, Джо, говорит Вито Вито, почему ты не пришел вчера домой? Я с ума сходила Мама? Я не знал, что ты знаешь номер Джо и откуда ты звонишь? Ты поговорил с мистером Папа Лардо насчет работы? Да, он сказал зайти сегодня. Надеюсь, он найдет мне что-нибудь. Хорошо, Вита. Удачи, бомбина Мео. Ладно, пока, мама. А, точно, все же. Снег на солнце. Ее оденен в самое начало игры. Ищет только одежды и загружаем его конненктом. Вот, ну что, поехали. Вперед, сейчас мы поедем к мистеру Папа Лардо. Ну это дорого. О! Здрасте. А что, от радио ничего хорошего? Не лезь в чужие дела, пацан. Вот так, таким грозным тоном она нам. Не лезь в чужие дела, пацан. Эй! Принусы изнудряй! Здесь тоже тусовка. То есть, в принципе, все как всегда весело. Я что, невидимка? Да нет, ой. Самое интересное, что вот графика, да, она до сих пор в этой игре, я считаю, на высоком уровне. Как и крути. Свежие хот-доги! Никакой камины! Свежие хот-доги! Не дай, не дай, не дай. Разбили окно, но что-то не захотели вскрывать, еще полиция рядом. Так, доедем. Погнали. Папа Лардо ждет. Но все знают мистера Папа Лардо, это Дерек, которого мы мочеканем после миссии как раз, по-моему, да-да-да, как мы уберем Томи Анджелу. А потом я хочу еще пройти дополнительный коннект, у меня тут есть купленный, скачанный. Ну, не дают ехать вообще, движение адское. Вообще, в принципе, я считаю, что игра очень хорошая, графика. Бэн, он для десятого года, согласитесь, отличная. Сюжет, сюжет, сюжет. Ну, вот, сюжет подкачал, да, короткое. Ну, наверное, в принципе, только этим он и подкачал, я так думаю. Давайте разгонимся. Давайте, сколько? 80 миль в час, наверное, да? Какое-то у нас год-то 50-е. О нашем Жигулях. Ну, 2000-е, о такой скорости только мечтать. Ну, а, в принципе, управляемость такая же. Так, сейчас мы немножко денег, ребят, подработаем. Немножко денег, чтобы нам надо поднять. Должно все пройти, главное, и быстро. Нет, конечно. У нас тут убийство! Бег по оружию! Ох, блядь! Понял. Описание, рост путавший, среднее сложение. Так, ну вот, что это за глюк, ребят? Вот он и прошел. на родина будьте крайне осторожны, разрешаю открывать огонь ох, блядь, под замес попали в машину, ох, пули летят, прямо над головой копы здесь адские, но мы уйдем, что нам, что нам стоит уйти от них только если она заведется конечно ох, 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 это пиздец погоня, блядь в стиле heaven давайте попробуем их стряхнуть, блядь этих уродов так ой походу они надо сейчас стряхнуть это я не рассчитывал оооо оооо блядь, да вы управляетесь как просто, а аааа все, прижали суки аааа блядь на сука не ну хорошо ну на это мы не рассчитывали фуу ну как сказать в принципе результат хороший ограбить ограбили денег не потеряли нет, деньги есть Да, мы в порту Единственное, что, да, пришлось Сигать в реку Чтобы спасти себя Потому что другого варианта особо-то не было у нас Понимаете? Ну, сейчас мы возьмем машину Ой-ой, побежал Иди-ка сюда, голубчик Тут вот нравится, как эти Такие вот топоры лейти Пешеходы Спорт хорошо, довольно, кстати, провисован, да? Томер хорошее Для своего года Вот на данный момент Ее бы доделать, да? Улучшить графику Добавить миссию Вообще-то было бы Идеально Так Магазин одежды Давайте-ка сразу Сгоняем сначала туда Поэтому, что тут говорить? Игра хорошая Ну вот Поработать над этими удотами Смотрите Конечно Метро, допустим, открыть, да? Было бы неплохо Ну, я бы, конечно, посмотрел бы Знать это Дополнение Как оно там Друзья, на всю жизнь Ну, что там на стимовскую версию не встает Снова в деле встал А Это нихера Не хочет вставать Ну, ладно Без него обойдемся Мы сейчас с вами игру пройдем А потом Посмотрим эту И снова в деле Понимаете? Че? Рискнем? Здравствуйте, Са Здравствуй, мадам Качество стоит каждого покачанного цен Я понял Я в курсе Крутите Вам очень идет Ну, такой стиль мне никогда не нравился Давайте че Получше выберем А че будет Вот это взять? 55 баксов Да хера Да хера Ну, шо Шо делать? Шо делать, а? Это все? Это Это 55 150 баксов Не, это еще не все Чем могу помочь? Подожди немного Пок Описание Рост 6 путов Темные волосы Худощав Ясно Сильно И недорого Отлично Выбор все Кто худощав? Меня что? Испугать? Иди-ка лучше нахуй Иди проспись, дура Пожалуй, устал У нас тут убийство Объект вооружен Блять, убийство Ёб Нихуя Доперли Ёб Ребята Ну, куда ты Мальчик Сдавайся Да Сейчас вот Я своей бабке Возвращался Сдаться Да Сейчас вот Взял и сдался Прямо Не, ребят Я сдац Да заткнись ты Заткнись Ну че Не надо Да нахер ты мне нужен Сейчас тут все кончится Что мы тебе сделали? Да в принципе ничего Что мы сделали? Бабки только мои отобрали И все Ну вот Поехали В принципе Два магазина взяли По дороге Попаларда 1400 у нас есть Нормально Можем пойти Еще Попаларда Подработать Не вопрос Не вопрос Немножко к тормозам Надо привыкнуть Все-таки машины Такие валки Ну я думаю Они в 40-х Наверное Все были Валки Это сейчас Жми газу До отказа Мы будем По стелсу Проходить Ну как По стелсу Ящички Сейчас потаскаем Хочу Чтобы Как бы В процесс Да Погрузились Что ты хочешь Э Дверь прикрой Тянет Че надо Ну я ищу Мистера Попаларда А Зачем Меня зовут Витас Калетто Мой отец Работал на него А я еще работал Вот и пришел сюда Ты по адресу Красавчик Федерико Попаларда К твоим услугам Зови меня Дерек А я помню Твоего отца Хороший мужик Но пил Как рыба Как он поживает Кстати Он умер А Ну Когда нибудь Все там будем А Стив Да Дерек Так тебе Нужна работа Да Ну тебе повезло Тут товар Привезли Надо грузить Стив тебе Все покажет Теперь марш Мой стейк Остывает Так Вот мы пошли Работать Пошли Подручный Дерек Возьмем Блэдбойчик Посмотрим О Пускай К нам будет К нам будет Плюс Да Игрушка Мне нравится В десятом году Вообще Вот эта Картинка И Особенно Первая Миссия Прям Я помню Супер Блэдбойчик Ну Опять же Для нее Пришлось Собирать Боль Мене Хороший Компьютер На i5 Ой 760 В ламфеледе Закончишь Получишь Десятку Потеряешь Или сломаешь Чего Получишь Шиш Начинай И не возись Весь День Как сейчас Помню 760 Ламфелед Был Процессор В ламфелед Или ламфелед Не помню Как правильно i5 И Видеокарта GTX 460 Гигабайт У меня была Вот на ней Я нормально Прошел Эту игру Она вся История была Очень интересная Мне хотелось Поиграть в эту игру Очень Так как Мне первая Мафия нравилась У меня был Компьютер Старый Да Мне вообще Нравится Таскать коробки Целый день Перебивать Все время На Core 2 Ду Короче Ну Я подумал Подумал Кто-то Сказал Увеличь Оперативки Купи Видюху И все Будет Отчет Ну Купил я Сначала GTS 450 Увеличил Оперативки Ну Честно скажу Толк Не было Особо Ну И пришлось Собрать Компьютер Господи Это за Десятку Не издеваешь А сейчас В итоге Понимаешь Что На полных Вообще Настройках Сейчас Конфортно Идет Игра Да И даже Конфортно Выбивает Бэчмарк Ну И Железо Далеко Опережает Эту Игру Топовое Железо Топовое Железо Того Года А Игра Десятого Ну Ничего Сейчас Вот Метро Новое Исход Вышло Ждем Кряк Или Куплю Не знаю И Фар Край Посмотрим Как Мой Компьютер С этим Справится Если вам Видео Записывать Через Nvidia Shield Моим Подписчикам То Ну Я надеюсь Что еще Кое-годик Он должен Совсем Справляться Компьютер Не То есть Я на это Не рассчитываю Просто Надеюсь Думаю Денег Потрачено Много Должно Должно А там ХЗ Маркентологи Разработчики Они же Все у них Заодно Знаешь Что Сдались Мне Эти Копейки Мне нравится Как Полы Дощатые Прорисованные Прямо Сучок Вон Виден Прям Хорошо Наверное В сороковые Было Так Но это Не точно Ну Ты все Да я все И десятку Себе оставь Я искал работу А никуда продаться В рабство Как скажешь Тогда катись отсюда К черту Что больше я твою рожу Тут не видел Не волнуйся Я раз в сто Больше заработаю В Барбара Инкорпорейтед Стой Ты сказал Барбару Джо Барбару Да И что Черт Знакомцы Джо не будут таскать ящики за 10 баксов Колись Что ты затеял Пошли со мной Оп Хотел убегать Отлично Теперь что Парень ручной труд не любит Какого хрена Говорит что знает Джо Барбара Чушь Кто захочет таскать ящики Если знает Джо Попробуй-ка мне это объяснить сынок Выкладывай Ну мама просила меня поискать У вас честную работу Но мне Нужны серьезные деньги Так что это не вариант Хе-хе-хе Чертовы бабы Все одинаковые А Стив Да Да Не хочет чтобы ты Отирался с Джо Верно Моя была такая же И глянь что из меня вышло Глава профсоюза Весь гребаный порт В кулаке держу И как там Джо По-моему неплохо Как вы познакомились Ну мы с детства дружим Я только вернулся с фронта И он меня поддерживает Пока я не встану на ноги Слушай Ты пойми Человеку на моем месте Нужна осторожность Конечно Сейчас будет искать номер И типа такой Ищет номер И пистолет пойдет Бам Кошмар Куда я делаю номер Ну типа Если что Прям шлепнул сразу Может его дома нет Было бы обидно Хай Джо Это Дерек Слушай у меня тут один тип Ээээ Эээ Как тебя звать то? Вито Вито Ищет работу Говорит что он твой приятель Добрый друг Я просто хотел проверить Ну да Ну да Герой войны И все такое Ладно спасибо Позже поговорим Извини проверить то надо Джо говорит Ты только что из Италии Наверняка себя в обиду не дашь Если хочешь настоящих денег У меня как раз есть дело Ребята здесь в порту Должны платить Каждый месяц парикмахеру Но половина чихать на него хотела Надо чтобы их кто-то Расшевелил Десятку срыло А если им не нужна стрижка? Ну тогда тебе придется Их переубедить Понял А если кто-то поднимет шум? Тогда выбей из них двой Скажем так Проучить можно Но чтобы они могли После этого работать Понял? Потому Стив этим и не занимается А Стив? Да босс Собери не меньше 250 баксов И получишь полтинник Просто за прогулку Свежий морской воздух И общение с людьми Легкие деньги А? Что скажешь? Да, уж это получше Чем таскать ящики Ну ладно, приступай Во, вот это работа для Вита Пойдемте Хлоп, хлоп, хлоп Опа, опа, опа Так, готовы драться Так, бабки Я собираю плату за услуги парикмахера Ах да Наверное я забыл про деньги Ну, спасибо за сотрудничество Эй, приятель Дерек собирает деньги за парикмахера Конечно Вот Я не хочу проблем Следующий раз не затягивай Ага Спасибо И не надо проблем Ты главное платить и вовремя Так Дерек собирает деньги за парикмахера Эй, что за игру ты тут затеял? Такую игру, когда ты деньги платишь И остаешься цел Тебя что-то не устраивает? Меня ты не устраиваешь Марш отсюда Пока перья не полетели На, подавись Рад, что ты решил одуматься Да До этого я как-то проходил Не, не было такого Ну, видите, нарваться можно на такого Вот сейчас будет Эй, приятель Дерек собирает деньги за парикмахера Слушай, кретин Я не в духе Шел бы ты куда подальше Пока цел Не выйдет Дерек хочет денег Дерек идет нахер Что этот жиртрест мне сделает? Убьет? Эй, это ты сказал Не я Ну так попробуй, ты, уродец Бей его Бей Убьет 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 Так, у кого ещё есть грёбаные претензии насчёт грёбаной стрижки? Всё. Как всё просто и быстро можно решить в парту? Раз, два, у никого никаких претензий. Погнали. Отдадим шефу деньги. Вот денежки, босс. Молодец. Вот твоя доля. Я видел, как ты Билла обработал. Ты хорош. Стив пробовал, но ему чуть задницу не надрали. А, Стив? Да, Дерек. Вот тебе сверху за Билла. Спасибо. Он меня уже так достал. А теперь вали, парень. Мне пора за работу. И передавай от меня привет матери. Скажи ей, что я взял тебя в помощник. Да, обязательно. До встречи. Элита, чуть не забыл. Звонил Джо. Сказал, что ждёт тебя у Фредди. Так, погнали в бар Фредди. Сто долларов заработали. Пойдёте. Ху-ху-ху. Почти ДТП. Ну, а так, приятно. Приятно, особенно, когда зимний Empire Bay. Хотя, летний тоже очень красив. Поэтому тут. Я не знаю, как вам надо дать предпочтение. И тот, и тот город красив. Ну, а вот, насчёт транспорта, мне, в общем-то, более вот такой нравится. Да, то есть, как-то, вот, отношу я период мафии, вот, больше к этому периоду. Вот, расцвет. Да, там. Ну, тут где-то должен быть, по-моему, магаз с хорошими шмотками. Да, поехали, сейчас мы возьмём его, возьмём. То есть, мы не будем покупать. А, мы сначала, да, наверное, купим, а потом возьмём. Я думаю, вот так сделаем. Сначала купим, а потом возьмём. Ну, не в смысле выходит, в каком-то смысле. Вот, давайте посмотрим, как он. Ну, это, правда, лестница, да, вот, на второй этаже прохода нет. Вот, ну, видно, что-то там есть на втором этаже, вот, магазины. Я считаю, довольно-таки неплохо они проработаны. Тогда посмотрим, сколько денег мы здесь сначала оставим, и сколько мы вернём, да? Тебе, чтобы помочь, Макса? Купить. Чем ещё не надо помочь? 42 Бакса. А для чего мы это делаем, да? Ну, чтобы, сами понимаете... Чтобы было хорошо нам, вот. Нам же проще уже купить себе одежду, а потом просто... Так, сколько? 90, блин, нифига. Это храбёж. У вас отличный вкус. Посреди белого дня. Ну, это же самое элитное ателье в городе. Этелье Верджи. Или как, или Верджи. Так, поехали. Что-нибудь ещё? Купим сразу всё, что есть. Сами понимаем. Вуаля, там очень идиотно. Так, всё пригодится. Вещи тут хорошие. Гидропротные. Депутаты, бандиты. Как я понимаю, все в Empire Day Day. Вы одевались здесь. Наверное, это не точно. Не, в Empire Day это здесь. Да. Отличный вид. Так, чтобы не пропустить, ещё раз покупаем. Потому что, видите. Ну, что, было полторы штуки баксов у нас. Все бабки мы вернём. Так, ну, а всё равно надо, чтобы пока она проехала. Пожалуйста. Тачка копов. Красиво он прям такой. Ой, ну, нет. Пошла, сука. Тысяча двести баксов с леса. Беги, Лола. Беги, пошёл нахуй. Всё, вообще без происшествия. Видите, как. Купили одежду, вернули бабки. Так, сколько у нас? Было... Была полторашка, почти двушка. Начало игры, по-моему. Хороший результат. Так, поехали, перехватим хот-дога. Что-то у нас со здоровьем не ас. Нет, игрушка позитивная. И на данный момент вот именно эту игру, в отличие от первой мафии. В принципе, я советую всем пройти, кто не играл. Особенно вот дополнения. С дополнениями она... Он, наверное, убежал. Очень жаль. Очень жаль. Испугался, что будут палить, что кто-то палил, и убежал. Бывает. Летим к Фрейля. Так вот. Вот эту игру я рекомендую. Ну, даже вот здесь снег чистят. Броновик, есть я снег чистят снег? То есть, как физика, как стрельба, как графика, как прорисовки. Эта игра уделывает первую часть. Просто. Да и третью она. До сих пор она... Для меня она уделывает и третью часть. Потому что... А почему? А потому что просто она... Крутая игра. Была в свое время и остается до сих пор. И много кто ее хейтил. А, это, мафия, это... Говно, говно. Да, мафия, это... Говно, говно. Говно, говно. У вас понял. Ну, все, красиво мы его срубили. Согласитесь, так бам, и все. Раз, два, и нет чувака. Так, че по баблу-то у нас сейчас. Две шестьсот. Можем как раз отнести деньги сестре. Долг же там, две шутки. Ну, все, я думаю, не ну не все многие начало-то знают. Одежду, да не хочу я переодевать. Может, домой заехать? А давайте мы заехем домой. Очень. В принципе, мы сейчас можем сделать тачку хорошенько. И заехать домой. Так, 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 так. А нам надо сюда, да. Дом я и так найду. Просто переодеться. Или не надо. Вообще желательно. Надо переодеться. Прокатимся. Если кто не видел, посмотрит в город. Да хотя, я думаю, кто играет в компьютерные игры, я хоть раз по-любому включал эту игру. Потому что, ну... Одна из культовых игр в наше время, да. Добрый день. Ну, сделай машинку под себя сразу. Чего тебе сделать? У нас будет машина, как у Джо теперь. Ищешь новые колеса? Выбирай, приятель. Как Джо сказал, что это лучшее, что можно купить. Новые номера для тебя не вопрос. О-о-о, на рынке. За деньги. О-о-о. Ну, это когда он встретил Вита, и они пошли. И они поехали... Ну, как это... Ну, можно сказать, на первое дело, да. На первое дело. Угдать машину для Брускин. Ринчад, почему ты не ходишь на эту дверь? Ну, мы же сделаем три шестерочки. А, наверное, лучше ZW. WZ. Вот, будет прикольно. Хотя, не знаю, с этими номерами, вообще совершенно все равно это так чисто. Для прикола. Вот. Я рекомендую вас join the Navy and help achieve victory over the Japanese in the Pacific. Visit your closest recruitment station and sign up now. Remember, you can make a difference. О, а здесь, в игрушке, можно... В принципе... В любой покрасим. Как сказать. Так, что выбираем? Черная скалета или индивиду... Давайте черную скалету возьмем. Все. Произведение искусства. Спасибо. Спасибо. Магдаля, поставим машину, переоденемся и поедем на встречу. Попробуем по памяти доехать. Ну, кстати, вот... Мне кажется, надо делать здесь тюнинг, потому что по приеме здесь становится телега. Не, ну, реально телега. Ну, хорошие. Произведение искусства. Автомобили здесь. Вот, видите. Не была бы она такой балкой, мы сейчас избежали от ДТП, но... Увы. Какие-то сороковые, пятидесятые. Бля, летят я вообще в ахусть. С такой скоростью... У-у-у... Бля, вообще... Ужас. Здесь поочиним. Что у нас в парке? Ну, этим... Так, есть и есть. Потому что есть загружаемый... Коннект. Ху-у-у. А для езды многие вот эти модели, они мне не нравятся, скажу вам честно, потому что, ну... Как сказать? Неудобные. Ну, это я вам покажу попозже. Мы с вами договорились, будем проходить по одной главе. Да? Начиная с третьей и до конца. Ну, если вы захотите увидеть прям первые главы, я сниму их для вас. Ну... Да не знаю, я номер успо... Вот, кстати, отражение в зеркале. Зачем нам давать взятку, если мы сейчас... Да, забыл. Сразу это сделаем. Сейчас мы... Переоденемся. Ну, наверное, придется в белом походить. Да, вот так. Ну, тоже ничего неплохо, я вам скажу, прям как Алькапоне. То есть... Представим себя Алькапоне. Так, и обязательно пивком залиться, потому что... 30-е, 40-е. Отмена сухого закона, можно спокойно бухнуть. В 33-м же его отменили. Ещё, кстати, в первой части мафии его отменили. Так, раз, два, три. И чё, поехали в бар Фредди навстречу. Опа! Оп! Вперёд, ребята. Так, на чём, на чём подлетим к Фредди, да? А может, в этот раз угнать её? Блядь, бух. Ёб твою мать. Ну, сейчас мой усыпай, я прости. Налетай на супердлинный, супердлинный! Ну, куда ты, ёб твою мать, не видишь? Пацаны из мафии летят. Не, он тачку надо было сделать. Себе такой же, как у Джоича, да? Чё? Блядь. ДТП. Бывает. Ну, можно иного. Да куда вы, видите? Я разворачиваю. Да куда ты лезешь, блядь? Придурок. В бар Фредди летит. Ну, аллей. Чего ты хочешь? Пиво. Да, всё. Видишь, алкоголик такой. Ну, как это сказать? Латентный алкаш. Вот встреча. Эй, где ты вообще был? Я приехал сразу, как ты позвонил. Что происходит? Помнишь серьёзных ребят, которых мы пацанами видели? Да, что? У нас стрелка с одним из них. Его зовут Генри Томасина. И, по-моему, дело будет серьёзное. Чего, правда? Ну да. Хватит заниматься всякой ерундой. Пора провернуть настоящее с короля. Вот он идёт. Смотри, чего не ляпни. Эй, Генри, как дела? Хай, Джо. Это он? Да, это Вита, мой старый друг. Рад познакомиться. Ручаешься? Как за себя самого. Доверяю полностью. Ну тогда слушай. У меня для вас есть одно дело. За хорошие деньги. Мне нужны талоны на бензин. Их сейчас выдают мало, и они в цене. Где их возьмём? В управлении по регулированию цен. Это же федеральное агентство. Не слишком рискованно? Что? Слишком круто? Нет, нет, нет. Просто думаю, как нам это провернуть. Ну, это не сложно. Ночью талоны хранят в сейфе, но ключи наверняка где-то неподалёку. У тебя там кто-то есть? Да, у одного из моих. Там сестра. Она нам поможет? Спроси её сам. Её зовут Мария Аньела. Вот вам адрес. Скажи от меня. А с сейфом что делать, если ключей не будет? Ваша проблема. Сколько платишь? За талоны на 10 тысяч галлонов плачу 600 баксов. Ладно, мы в деле. Нет, нет. Вита пойдёт один. На Джо у меня другие планы. Ну, что скажешь, Вита? Конечно. Да и пушку не забудь прихватить. Никогда не знаешь, как обернётся. Лучше перебдеть. А копишь? Стоп, стоп, стоп. Это вам невинный магазин грабануть. Мне нужна чистая работа. Пришьёшь кого, получишь треть. Копишь? Да, я понял. Нет проблем. Ладно, когда закончишь, приходи сюда за расчётом. Ладно, пока. Удачи, Вита. У нас с Джо серьёзный разговор. У нас с Джо серьёзный разговор. У нас с Джо серьёзный разговор. Круто. Ну да, как раз вот тема. Был ли Генри предателен? Да, вот это вот. Интересный вопрос. Согласитесь. Надо убрать, это мою метку. Куда они так летят? Я вот не понимаю, да? О, а угорело. Вот мне чё, вот нравятся машины тяжёлые. И вот как они, видимо, носят, носят по заснеженной дороге. Это вот прикольное видео. Ох, ох, ох. Ох. Сейчас тоже будут такие интересные реплики. Мария. Я думаю, что... Да, в чём дело? Здравствуйте, мэм. Я от Генри Томасино. Он сказал, что вы можете помочь мне с одной проблемкой в управлении по ценам. Да, я слышала. Что тебе от меня нужно? Эээ... Мне надо туда попасть. Ладно, знаешь что? Моя сестра сейчас в больнице. Если подвезёшь меня туда, я расскажу тебе всё, что надо знать. Это напротив управления. Так что тебе практически по пути. Да, без проблем. То есть сегодня в серии мы сейчас пройдём вот эту миссию, и на этом остановимся до следующей серии. Завтра или послезавтра выйдет вторая серия, так что... Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить. Ну, а кому не понравилось, можете дизлайк поставить. Ладно, поехали. Хорошо. И аккуратно за рулём, ладно? Знаю я, как водит нынешняя молодёжь. Как охуительно водит, как он? Ладно, малыш, тут на ночь запирают основательно, так что лучше... Как охеренно как водит. А там что, открыто по ночам? Нет, зато подвальное окно всегда открыто, слезешь через него. Тебе нужен сейф, а? Как вы догадались? Случайно. Он на верхнем этаже, там же кабинет директора. Кабинет директора, лучше. Ладно. Я залезаю в окно с чёрного... Тяжёлый момент. ...вы наверх, кабинет директора, так? Верно. И будь осторожен. По ночам там окна, не поподись им. Бум! На собой угробишь. Осторожнее! На собой угробишь? Да не, я не собирался, если честно. Всё обстоятельства не совсем так. Сейчас я тебя довезу до больницы. Ну, возможно, понадобится тебе там самой подлечиться. Да не, вроде не цепляем ещё ничего. Это приказы, снег, вот, график и всё. Не, ну... Заметьте, 2010 год. А мне эта игра, если честно, нравится. Ну, есть, конечно, минусы. Ну, воспитатель. Если мы будем обсуждать... ...вот тут, в больнице. ...конечно, они будут заниматься. Конечно. ...спасибо, что подвёз, малыш. Спасибо, Мария. До встречи. Я скажу так. Идеальных игр не существует на данный момент. Будут ли они? Большой вопрос. Конечно, когда-нибудь будут. Я говорил с точки зрения игрока. И с точки зрения, что это 2010 год. Не забывайте. И пятаки можно крутить. И вон... И скидки, и 5 долларов. Всё написано. И вот... Всё... Как? Всё сделано хорошо. И вон... Обшарпная стена и кирпич. Конечно, минусы есть. Вот если мы... Особенно летом я вам покажу. Ну, одно большое но. Что в 2010 год уже прошло 9 лет. А игра до сих пор увлекательна. Геймплей неплохой. Вот. Единственное, что сюжет короткий. Ну... Вообще я... Потом покажу. Ведь надо в главное меню выйти. Рекомендую также пройти... Дополнение к этой игре. Вот мы лезем через забор. Хорошо, что... Тут нету именно колючки в этом месте. А то бы Вита мог жопой сесть. Вот. Но мы сейчас решили пройти по умному эту миссию. Ой, бля. Ой, бля. Тут даже выйти можно как-то по умному. Насколько я помню. Да, да, да. Через подвал. Кстати. Кто знал тот способ. Напишите. Через подвал. Вот, пожалуйста. Видно, видны, глаза. Все. Не то, что, знаете, в Мафия 3. Подходишь, а в зеркало ничего не видно. Вот, даже вот. Карта. А, если тоже ничего, в четверг. Поболчи-ка, я кроссвордишь. Ах, малина. Пойду-ка сделаю обход. Я держу дорожку. КОНЕЦ Не хочу начинать стрельбу сейчас. Не знаю, получится, нет. Должно. Какие планы на выходные? Ну, посижу дома, посмотрю этот телевизор. Ты купил телевизор? Охуеть. А то. Мужик, он же как тачка стоит. Откуда столько денег? Ну, дядя Мэри, уже пару месяцев назад и оставил чуток денег. И ты купил себе на них телевизор. Вот кабинет директора. Здесь должен быть ключ. Ага, вот ключ. Теперь нужно открыть сейф. Я купил себе телевизор. Да, прикинь, купил телевизор. Получил наследство. Взял телек, охуеть. Ага, дьявол. Семь дюймов, пиздец. Не, ну, наверное, тридцатых, сороковых, семь дюймов. Был, мя, телефон 5,8. А телек... Не буду говорить сколько. Скажу, что монитор 34 дюйма. Семь и 34. Я считаю, это небольшой, монитор нормальный. Вот люди раньше, да, жили. Ты чё, ёб ты, тварь, нахуй. Вообще, нахуй попуху. Да ладно, ты чё, ёб ты. Полиция, Empire Bay, вы окружены. Выходите с подчетами руками. Сдавайтесь немедленно, или мы откроем огонь. Да вы что, ребят? Нет, так дел не пойдёте. Никакого огня не будет. Ты сам же хуже делаешь. Бля, ну бегите, давайте сюда, ну чё вы встали. Я даже специально в укрытие сел, потому что... Если не я тебя убью, судья на стул отправит. Ох, ох, ну вот эти вот выражения меня всегда, знаете, радовали. Судья на стул. Ну. Давай быстрее, я не сменяться пора. Иди-ка сюда, мальчик. Блядь, патрона. Конечно нет, ты что? Ну откуда? Перезарядимся сразу. Чё, ждать, не ждать. Давайте, давайте. Ну знаете, так вот проще. Подождёшь немножко, они выбегут. Их бамочка, ну... И вроде бы всё. Ну вот, наверное, сейчас так и будет. О! Ох ты, блядь! Урод ебаный. Ну где ещё, подонки? Подлецы! Да на, ёпта! Да на, ёпта! На! Тварь! Всё. Погнали, всё чисто. Да не хочу ничего вытащить. Вообще, о чём? Ребята, всё, погнали. Так, пойдёмте, шо ли, как через подвал нам надо? Хочу попробовать выйти через подвал, да? Ну вот. Блин, если честно, не помню как. Представляете? Гуляю, я не знаю, успеем мы по времени. Никто не приедет. Никогда не задумывался, да? И как туда попасть. Вот. Вот. Кто-нибудь знал? Нет, это вот... Первый выход, как мы входили, короче, через окно можно. Второй можно вот в эту дверь. Мы в неё, кстати, не входили. Ну, я думаю, так и возможно зайти, в принципе. Оп, вниз. На всякий случай пистоль. И вот. Это, кстати, что? Может что-то хранится полезно? А, ещё ход, смотрите. Это ход. Плохо просто, помнишь ли, честно, ребят? Но... Помнишь, что был этот ход? Вот, 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 раз. И сейчас, смотрите, вот здесь мы вылезаем. Пожалуйста. То есть... Зашли мы в окно. Вот сюда. А вылезли вот отсюда. Также можно это сделать, по-моему, через главный вход. Но тогда будешь в розыске. Будете в розыске. В принципе, вот этот розыск я не рекомендую. Честно. Так, осталось немного. Сейчас мы всё это сделаем. Оставшиеся. Да, взяли особо опасного преступника. Видно. Полиции много. Вот, единственный минус в этих машинах, что они вот так не поворотные. Вот хочешь обогнать, да, сделать манёвр, ну, как вот, допустим, в GTA 5, там, да, там, они маневрируют. И... Во, во, посмотрите. Это Steam-игра. Ну, я очень надеюсь, что это нам не будет мешать. Где вход в этот Фредди Бар? Мы зашли. Добрый день. Добрый вечер. КОНЕЦ Блин, не первый раз такой глюк, короче Не мешай, ладно? КОНЕЦ Вот, нам повезло Все пошло не по плану, я ничего не мог поделать Мы договорились, да? Интересно, Игорь Хорошо Дайте пропустим ролик, я думал, он не интересен никому В таком качестве А тут, как говорится, все очень плохо, ребят Время идет, и мы, наверное, можем Давай, шевелись, у тебя время не до полуночи И мы можем опаздать, естественно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не хочу, чтобы на этом серия заканчивалась, конечно Я не знаю, что делать Как нам выйти с этого глюка? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До встречи Есть очень большой шанс, что мы не успеем Я вам сразу говорю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, наверное, мы не успеем даже ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, бля, да вот же должен быть выход Ёб твою мать Не, ну это вообще ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Погнали Просто срочно Не первый раз такой глюка Но я думаю, что это из-за этого Ой, левого дополнения Ну, может быть, придется его даже удалить Не знаю Может, что, второй раз Эй, у меня тут пара лишний Второй раз такое Оно, знаете, как-то, ну Некомфортно Я понимаю, что сейчас это объем времени Конечно надо Хорошо, держи Постараемся, но потеряли до хера До хера времени Спасибо, друг Ты меня не видел Я боюсь, что не получится Боюсь Потому что я помню, что это миссия Проходить там времени в критык Но мы гоним Мы жмем газ Газу до отказу Ручник Бывает Старая игра Да куда ты? 144 герца Во, 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 видите Но, кстати Но все Продолжение следует... Продолжение следует...